здравствуйте глупо уважаемые любители планерного спорта мне задавали как-то вопросы как я попал в планиризм это хороший довесок к предыдущему видео который там планирует курс лекций небесных что-то в этом роде вот сейчас наверно небесный рассказ о том как я дошел до жизни такой что вот летаю на этом планере вальпов из чего вообще все началось началось с парапланов много лет лет она пропала и вот когда мне было 37 я достать достиг парапланов наверное там супер-пупер высокого там метра не лежал рекорд россии допустим на дальность полета 334 километра не поводу я только в этом время выигрывал соревнования всевозможные там в 2000-х годах лучше посередовать на металл потом забил ну у меня была сеть в этой школы вектор было порядка 15 самый рассвет кому 18 что вот мне стало не то чтобы как-то скучно но вот хотелось странного и за год у меня получилось я получил где-то три звоночек таких дзинь 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 то есть три ситуации которые я наверное имела риск что-нибудь себе сломать то есть вот этот вот жажда новых каких-то впечатлений она заставляла ну может быть делать какие-то такие вещи которые может быть делать и не стоило не сказать что прям на грани но вот я увидел что блин вот как-то вот а исследовать небо очень хотелось и вот мне повезло что не было как-то на поле нашим летном погоды я провел свою будущую жену наталью покататься на планере показать ей что такое лук опять же началось с того что казахстан и казахстанцы ребята из казахстана заказали лебедку попросили сделать я начал исследовать как идет сделать для планиров и пообщался с юрием кузнецовым замечательным планилистом вот или сам еще не сказал что захочешь приезжай там полетали же я вот его позвонил и пусть и хочу прям силный кет как это приезжай лук совпало так что это был первый день работы аэродрома пахова 6 июня 2011 года был очень сильный ветер и вообще никто никого катать не собирался но в раз уж мы приехали нам бы кушали там столовый очень вкусный сели шикарные сосиски там эти воду сыром и прочее общем было такое очень атмосферное место прям мне все понравилось как вот и полетел я полетел и понял ё-моё я же до этого я на планере летал самое интересное там нас в орле по обмену опытом засунули планерная более 10 до этого и полет был не очень не знаю за мне не очень запомнился как-то засунули прыгаем и внизу и это вот как ты такая консервная банка такое ощущение осталось а тут как-то вот я уже снова ракурса посмотрел так это же свобода мы там раз до какого-то облачка путь под ним набрали качество после параплана бесконечная вот и я загорелся идея и думаю все я спрашиваю это вообще реально научиться бы конечно амит комиссия там так сейчас просто это почему бы и нет он деньги есть самое главное что конечно финансовая присутствия была на тот момент просто хоть куда угодно складывай вот и я смело ринулся в бой и начал приезжать на аэродром ну и чтоб вы понимали там получалось три дня в неделю максим можно было летать потому что было 5 на субботу и воскресенье в другое время аэродром не работал я была на единственным кто летал в пятницу всеми силами души уговаривал моего инструктора приехать и руководство аэродрома чтобы значит они организованы полеты в пятницу и мне и и удивительно но вот представьте силу желаний то есть у меня все время пока учился полтора месяца в Пахомово каждая пятница суббота воскресенье были летные все дни абсолютно вот можно поднять летную книжку найти и увидеть записи каждый день единственный день когда была погода нелетная это было воскресенье там середине лета и я увидел что в этой до пятницы в Москве делать нечего а делать есть что в Крыму я поехал в Крыму еще там отлетал четверо 27 часов налетал с местными инструкторами крымскими было совершенно волшебное там летал над карадагом в конвергенции над черным морем там 10 километров от берега мы летали на полутора тысяч метров я искал любой способ любыми правдами неправдами всеми какими только способами есть я искал возможность летать и так как я неплохо парил но все-таки парапланер опыт огромный то я много времени проводил воздухе быстро достаточно отлетал программу конечно меня заставляли эти круги летать бесконечные ненавистные мне был момент когда я решил что не буду планилистом потому что у меня не получалось буксировка я юрсаныч сказал юрсаныч давайте меня это того списывать пара из планилистов я наверное не научусь никогда да чё ты там не пальцы волшебным образом дергать ручечкой и вот и все у тебя получится я буквально на следующий полет как-то раз этой ручки так вот я летал я пытался виду ловить вы прошли пожалуйста щека я да ты да там крем туда это не оттуда сюда не педаль так и так вы так вот так вот и потом я сделала такое движение или же так чпок и она прямо на хвосте у нее повис она пытается уйти не так раз она туда я тут сюда и вот я дальше так вот примерно так вот я летал за люди конечно я чуть-чуть утрирую но смысл в том что мне не давалось этот может быть и моя проблема я все время ворчу что вот круги круги у меня такая рука после этого его и стала может быть вполне и я в общем-то кривой пилот и поэтому рука была кривой вот но смысл в том что как-то так вот почувствовал это вот и полетел и полетел и все было стало получаться я вылетел самостоятельно быстро прошел программу первого года прошел программу второго года и вот в районе августа месяца программа второго года у меня закончилась я на был налет уже часов под 8 я начал скромно интересоваться по кому когда же не дадут лентарь мне сказали что лентаря тебе не видать как не только а янтарь это стеклянный планер уже стопластиковый янтарь стандарт потому что надо еще будет другой третий полетать на бланики иначе на интернет сразу же убьешься ну почему же должен сразу убиться ну потому что так вот потому что наука кончается ну я расстроился поехал в орел и спрашиваю а вы-то янтарь мне дадите он говорит ну да пройдешь программу второго года у нас вперед и будешь супер лентаристом получит лентарь и полетишь и я на мотоцикле кроссовом ямаха ездил из по комово орел летал по четвергам надо сказать что вот большое достижение по четвергам я приезжал в орел в четверг летал весь четверг летал пятницу с утра ну там до обеда и мчался скорее скорее по кому то что мне надо было какой-то кусок программы чекам до пилотского что-то долетать и они требуются такое я долет его значит это вот я причем маршрутов там налетал уже немереное количество я в крыму маршруты летал по подмосковью летал на свой парапланерный аэродром где мои ребята работали прекрасно летал и в общем просто огонь площадок наделал тоже все был крат кстати вот чем славится российское обучение тем как раз что очень хорошо отрабатываются площадки и это действительно очень сильная часть обучения здесь в альпах нет такого понятия здесь учитель садится на предъявляться на чужой аэродром а вне аэродромная посадка на поле это такое приключение я бы так сказал вот я попал я вот таким образом быстренько где-то до середины сентября отлетал программу второго года в орле ну потому что они считали что плохо учат спокойного по полу считали что плохо учат в орле все так обычно ну вот у меня это чем не здесь бы летать и вылетел я на интере а и мне надо было пройти контрольный маршрут в орле я этот контрольный маршрут 117 километров и так пытался пройти не всяко погода уже осенью тяжело все и вот хорошо помню этот день мы полетели кромка была 800 метров и ветер 10 метров в секунду со мной полетела два янтаря и на аэродром час болтались пока кромка не стало тысячи нас на маршрут выпустили и полетели на этот маршрут я естественно этом планете меня везде сносит 10 метров я правда грамотно взял упреждение на ветер снесся на первый поворотный пункт как-то еще рачком бачком взял 2 и вот когда я брал 2 слышу как винтари садятся находит на площадке ну причем они от меня вот так бы полетели вместе люди за горизонт ну ладно и вот когда один заходит на посадку на площадке понимаю ну все шанс у меня был конферен вряд ли я пролечу но боролся и на обратном пути были огромные растекания и меток на 400 взял поток уже буквально в 20 километрах от аэродрома и вот это ощущение для понимать что долетаю взял эти 0 полметра выбрал 100 и потом перешел вперед уже к сильному облаку выбрал наложил все там лечу летал контроля маршрута меня выпустили интерьер винтарь конечно после плане к показался просто бомбой я кстати плане сразу чуть-чуть не купил потому что первое что хочет делать начинающий учиться плане лист это конечно купить в плане нет только вылетел первый же день говорю все хоть и плане вот какой плане по продается за сколько стоило недорого 10 долларов поэтому тут как то можно было даже купить но обмене сразу мои друзья и я вернулся надо было мутами волков прям что я учусь на поле ты уже в ладе купил глинец молодец подожди чуть чуть-чуть от выгодят узнаете плане хочу таких плане это все так пытается сделать в общем отговорили меня уговорили не зря потому что когда я вылетел на интерьер понял какой же это кайф также это тоже хорошо летает видео как же он этот планер летит вы сейчас таки под облачко там еще может быть чуть-чуть потупил местами камеры хватит мои байки записывать я понял что я очень хочу на интере летать и мне сказали сюда все клево только на следующий год получается что там начнется все соревнований чемпионата россии на чемпионат россии ты не попадаешь в петербурге это первого разряда я говорю а как же вы получите она типа надо пролететь 250 километров что-то еще когда же смогу пролететь это сделать а вот ты после того как ты там при закончить соревнования начнутся джональные соревнования потом чем короче где-то как в август месте скорее всего как раз может мой свой этот разряд выполнить а пока на бланике там полетать ну или на интерьер когда они будут не заняты на соревнованиях конечно такая формулировка вопросами я дико расстроила вот и я думаю почему бы мне не взять или купить собственно планер процесс я так хочу и денег на плане в стоимости 60 тысяч евро у меня конечно не было но был друг байкер которому вместе купили наш первый планер и майонки это был планер с 8 я за ним съездил осенью в германию привез его в литву и там зарегистрировал как у меня литовский транспорт и было возможно и потом по временному возу ввез в россию летал на самом деле как оказывается это уже было нелегально потому что нужно было как короче это сложная организация но на тот момент как-то все это с рук сходило и все были не против то я первым начал в начале лета летать уже на своем планере на интерьер планеты на лс-8 вот отлетал чемпионат россии достаточно удачно на нем так я летал вне зачета но мог и так поступал упражнениям соответственно выполнил вот эти вот требования первого разряда уже честно говоря не подлинка ли там выполнил то ли потом были соревнования следующие куда меня уже пустили получил этот первый разряд начал рубиться на соревнованиях и рубился достаточно лихо потому что на кубке россия занял не помню то ли третье то ли второе место и выиграл кубок десаб 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 я не очень люблю как вы уже заметили но кубок его принадлежит вне до сих пор лежит это был единственный кубок десаб который был разыгран за всю историю вот так вот делались и назвали кубок десаб и больше их не проводили а осенью выяснилось интересный нюанс что я грузии литовской республики паспорта российского у меня нету а вот соревнованиях я участвовал и половина соревнований получилось ну я там выиграл получал купки медали там и прочее а это все было нечестно потому что не гражданин музыка не открыты и было две два варианта все отобрать и пересчитать но я считаю что спасибо тем кто заставил победить разум и вообще ничего там не пересчитывали поэтому меня до сих пор лежит куча медалей кубок десаб и прочее но потом я следующие года учился участвовал тоже в российских соревнованиях там занимал на чемпионате россии на кубке россии места ну единственное что это было вне зачета потому что и пусть был в виде неофициального зачета и кстати большое спасибо андрею чепурнову потому что когда он вручали за второе место на кубке россии и красивые кубки он такой был красивейший шарик в нем планера крутились он сказал что вот это вот мой я при запечатал вручать их по-настоящему тем кто настоящее место занял они виртуальные мне дали такой кубок до сих пор лежит мой сын макс и дочь лана с удовольствием на него смотрят и радуется какая-то же эта красота параллельно я летал в альпах начал съездил в африку зимой дождик пошел у нас съездил в африку зимой тоже первая зима была купил планер съездил в африку зимой в африке налетал довольно много на до дискуссия но самое главное что я вылетел там самостоятельно на плане лс-6 огромное спасибо мартин лесли за это вообще мартин оказал на меня неизгладимые впечатления по показательной как правильно летать на маленькой скорости как использую скольжение правильные прочее прочее просто замечательнейший педагог и я некоторым образом почувствовал такую свободу ощущение того что я могу я в африке слетал маршрут удар из карибдампа в дар на удаление 150 он 160 километра 140 километров при этом по договоренности должен был летать на долете и когда мартин снял логер и говорит ты бы нарушал так где было дыр даре к дыр слетал и не выходил на долет долет и грунт много сейчас проверим берет логер смотритесь в полет и так же труд будет молодец вот а потом у нас был там полеты на парапланах были мы с друзьями приклестили в этот вот дарит дамп уже дара на парапланах опять же мартин был впечатлен и сказал с меня завтра полет на гаудискусе на треугольник 500 на скорость игра денег у меня там уже все я уже без станок он говорит да за буксировку заплатишь и все остальное мое и мы с ним дунули он показал как летать через грозы через дожди там ну просто скажешь вот я попал после этого весной в альпы замечательный инструктору риджису который меня учил летать в горах и самое на яркое впечатление было полета в условиях когда я говорю риджис у меня очко лом перекусывает да нет ничего страшного до слона еще метров 40 ну вот очень очень-очень страшно дать нет и давай вот лети со мной вместе то есть и летишь я контролирую но ты здесь еще ближе будет дай ближе уже не могу мне уже все у меня уже там зубы сводят нет еще ближе ну зачем но быть добывать ситуация нужно прижаться к слову так чтобы выпадить по-другому не выпадешь ну и потом говорит лучше же я тебя научу близко летать склону и ты будешь летать дальше чем ты сам будешь учиться и когда-нибудь не угадаешь и конечно риджису за это великий поклон потому что сделан потрясающее совершенно дело научу меня не бояться склону ой радуга пошла вот а потом я попал совершенно случайно на аэродром клаусу ольмана при этом тоже куча случайностей что это в аэродроме летал кай линдсберг которого я купил свой планер ls-8 это безумное количество совпадений вот и еще мне повезло дико что мой инструктор робин который давал начальное обучение в серии мой хороший друг сейчас он посмотрел как я летаю через два дня гостей пидори тебе наверное со мной скучно на хвосте у меня летать давай клаус этим группу запишу ну давай вот и он меня группа клауса и это был тот день когда клаус группу водил на монтерхорн вот я в горах в альпах еще тут знаю конечно что то но не очень и мы будем на монтерхорн до 200 сервис кемп от точки до увидел цифру 270 до аэродрома я на планере без мотора пообещали грозы дожди я конечно только об одном думал как как бы только не как бы только не потеряться держался на хвосте у клауса и очень удачно держался потому что не потерялся полетел до дому радуга им все снимаю не то что не думайте что высоту набираю вот и я слетал вернулся долет был там через грозу мы набрали перед грозой нырнули через то место в грозе через который можно ходить я вас научу этому 2 грозы между ними дырочка очень не можно не дырочка такая тоже дождем но поменьше и мы на реале на скорости 250 через пост мы а это был не забываем и потом плыли я пришел на аэродром на высоте 100 метров на следующий день меня подарок поздравлял клаус очень короче это было начало огромный красивый большой учебы и дальше я летал несколько недель с клаусом ни копейки потраченных на эти денег я считаю это вообще лучший инвестиции всей жизни вот а потом когда клаус как-то мне посмотрел бы ты знаешь я летаю очень осторожно очень аккуратно со мной куча немцев мне кажется тебе нужно полетать немножко sky'ем вот я полетал полетал sky'ем и это был просто это были оторванные полеты мы залетали совершенно потрясающие ущелья в них искали какие-то выходы вот сели вместе на площадку озера серпансон то есть вылетали в волне до города оранж там ну так просто это вот совершенно незабываемые времена когда тебя учат новому и ты это про это можешь прочитать книжках у тебя это показывает объясняет почему так объясняет пути и вот этих объяснений куча всевозможных и вот это прям незабываемый был потом я начал конечно больше летать сам пробовать иногда еще там интересные какие-то мне было когда интересно какие-то типа полетки другом можно это у тебя наденем другую группу это конечно не будет вот и мы с ним летали я первый раз жизни ситом манглан первый раз жизни скатал сам на мотерфон вот у меня появился двухместный планер тоже достаточно смешная история вот я приехал сюда летать на планере к-6 но на нем не было легкой годности и мне случайно благодаря моему самому лучшему другу достался планер до дискусс я впервые полетал в альпах на двухместном планере я уже улетал на бланнике у меня уже выпустил я полетал на настоящем битвестном большом стеклянном красивом планере это было просто феноминально потрясающе и видя это клаус гулять и дура ты может это хочешь инструктором работать и грудь и конечно это по планеру мне нету где-то хочешь вот именно янус стоит с мотором и пусть и планируется на взлете и группа услышите лекарских стоит будет до 75 тысяч евро могут быть давай ты можешь его как бы купить там давай там 10 сколько ты денег не собираешь 15 лет давай а остальное будешь летать не типа ты же будешь учеников брать аренду какую-то так далее ну читай что ты будешь отдавать пока не отдашь больше тебе стоит не будет вот дай бог здоровья плампу за такое предложение потому что я начал летать активно на янусе для двухместном и во-первых это немножко мое финансовое положение по правило иначе получать еще не просто платить за полет а еще на них немножко зарабатывать вот и там радуга нашего читаем к радуге читаем конечно давай вот и я стал придурным инструктором а потом параллельно я строил лебедку для того чтобы сделать школу в россии я в россии притащил несколько планировки и настя потом самовзвездник и настя все приносил плане клаус войну на у меня провел плане за 2000 долларов вместе с телегий замечательный я его привез в россию пока там можем пока кто покрасил он почти до 7000 евро его себестоимость это подорожало ну так вот по дурашке получилось и кстати мы подготовка вперед потом пойдем там принципе все хорошо да и у нас на аэродром чистый никаких проблем вот и я покупаю дальше моя карьера в россии накрылась медным тазом по той причине что я сделал лебедку но немножко поменялось время настроение то есть я получил предложение немножечко которое мне не устраивало по принципу честности не хотелось не хотелось сделать что-то нечестное я решил что нет я останусь человеком с кристально чистой душой и чистыми руками и я тогда но без этого предложения в общем-то особой работать не получалось то есть мне должен был свой лебедку отдать на клонирование военным за это мне обещали премию как молодому дебритателю они уже собирались это все дело кто там о блин полное кольцо японский кубок смотрите вы пока уважаемые любители планерного спорта какая-то кипец какая красота я прервусь друзья потом если что-то не запишем это не заснять это это будет просто это будет видео сейчас на телефон снимем это не заснять будет просто вообще кощунством посмотрите как красиво полная кольцевая радуга вверх вот она идет видно кольцо ну нижнюю часть кольца не видно но вот по дуге вот прям вот все а вау а вау здесь будет фотографии делаешь просто восторг видите рассказывал рассказывал вот как это лучшая политика быть честным и так вот смотрите я решил что ты ладно в песнике видео я решил что буду честным ни с кем ничего переделить то буду потому что на пик мне это надо и сказал что я в этих игрок не участвую а когда мы сказали что ты вообще-то патриот ты же посмотри родина в кольце врагов борется со всякими на стране наземными маньяками и прочее и вообще там война идет я буду вас кем там это был четырнадцатый год я воюет российская федерация намекали на украину но так как меня это все раздразило взбесило вообще обращение там было липун там это вот эти сидят делители жизни крюши такие довольны собой которые говорят что они хозяева мира сказал что я предложение такие не принимаю вот что это ребенка будет работать на благо чистого неба незамутленного всякими военными игрищами а тем более еще и делением государевых денег точнее государевых а народных ну и в общем сказал что лейтенант бвс украины запаса поэтому люди люди не позволяют делать и взятки до войну что что плетки готовить побольше у меня еще литовский паспорт был поэтому честь имею и отклонился охрана там была она так полно баллась видно было что ребятам понравилось те кто того храняли они бабочки предупредили но в общем ничего не сказали не знаю совпало это или нет на следующий день вышел приказ запрещающий эксплуатацию бланников на ведет к дусате почему-то тут я его видел потому что это мол бланники свое время активно падали падали не потому что несколько бланников крутили достаточно жесткий пилотаж и было разрушение нескольких планиров ну и вот это дело кстати не совсем честно европе все эти бланники запретили подчистую чтобы немножко простимулировать производство планиров новых такие свои тоже не гречи я вообще против вот этого всего говна в небе вот но совпало не совпало совпало так что это было 31 мая четырнадцатого года вышел вот этот пламя красивый он первый полет и я сидел вечером пил коньяк и думает все вообще выбирать продам все педре не пили еду летать в альфах я на следующий день перевел депозиции планеры ждал вот три года то есть переведя деньги ли я еще ждал будет 47 до семнадцатого города весны так когда очередь была на производство народ заранее в очередь записывался не так как я и как это честно случая политика наверное звучит это так потому что на следующий день буквально я продал лебедку свою который сделал лебедка была совершенно замечательно она будет дальше работала ну так что это не совсем получилось с ней ну не то что она не работала а то что проект который задумал не сработал вот и ну тоже в основном из-за государства через жопу что работа не получилось вот и плюс я продал школы которые мне принадлежали в большом количестве вот я смог оплатить планер продав свою жилье в Вильнюсе я купил дом во франции и так вот я полностью переехал в эти альпы и здесь летают это вот как я попал в планеризм и как я дошел до этой жизни я считаю что мне просто повезло потому что тот же год 14 когда можно было еще совершенно лихо вывести активы которые были мои и переехать в другую страну вот это вот совпало прям тогда это можно было сделать а на следующий год уже на порядок сложнее ну вот и сейчас видите летаю здесь радуюсь жизни и бывшей мечты летать которая конечно начинала про планов начиналось ну дальше вот все вроде как все рассказал какие у меня платы на будущее во первых учить хочу сделать некую такую вот наверное курс видео уроков как летать на планере какие есть у планера возможности какие есть нестандартные пути пилотирования планера что вообще можно делать как это правильно делать потому что в свое время у меня было огромное количество вопросов а как это можно делать а как это можно делать и мне многие часто не отвечали как это почему потому что кончается наук вот а вот так принято вот так нужно почему нельзя выпускать интерцепторы в повороте развороте потому что нельзя убьешься а почему убьешься поток сорвешь а почему поток сорвешь потому что убьешься ну короче вот это вот часто так бывает а достаточно просто объяснить, что на самом-то деле когда в общем-то эти перцепторы, планер заданным носом теряет скорость значительно быстрее, там не за 3 секунды, а там за полторы. Поэтому начинающий пилот может ошибиться, поэтому лучше садиться без интерцепторов. Но если пилот хочет и держит по нужной скорости, а еще лучше с запасом, потому что если ему интерцепторы нужны, это значит скорее всего, там он перебрал высоты, ему нужно ее быстро слить. Тогда он просто делает скорость побольше, чтобы объективно эту высоту слить. И все, и не боясь выпускает интерцепторы в повороте, после этого, на полную. Оп! И у нас сейчас полностью выпущены воздушные тормоза, и я спокойно летаю. Причем, ну, не сильно так, кстати, снижать. На 120 километров в час мне вот сейчас тут пошло снижение. Вот, пожалуйста. При этом я могу конечно сейчас взять, уменьшить скорость. Вот затрал нос, по идее, сейчас планер должен отреагировать к потере скорости. Видишь, он дрожит, 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 дрожит. Но он не валится. Свалить-то я его могу, конечно, но не хочу. Но то, что вот он должен обязательно от этих интерцепторов выпущен и свалиться. Ну, а если дать ногу, если загнать его в шопор, тогда да. Ну, вот таких вещей очень много. Там нельзя закрылок выпускать. Убирается уже выпущенный, когда заходишь на посадку. За это клаусы как-то дрючил инспектор из Германии. Тоже историю расскажу поподробнее. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, таких вещей куча, и некоторые вещи можно делать, если просто знать, как. Вот просто знать, как. И вот это вот хочется показать. Весь свой опыт огромный, который там я перенял от моих учителей, наверное, как-то систематизировать и перевести в раздел так, чтобы любой человек мог сделать. Одно дело со мной летать. То есть, всегда неприятно полетать с вами и так далее. Но есть многие люди, кто в силу разных обстоятельств не может приехать. Не знаю, друг у меня вот живет, например, в Хабаровске. Прекрасно летает на планере с радиоуправлением, с видеокамерой и прочее. Делает совершенно потрясающие ролики. Но при этом я понимаю, что он, конечно, может быть, доедет, а когда еще непонятно. Ну, вот так вот. А сейчас так он посмотрит что-то. Может быть, для себя подчеркнет там в тех же моделях. Ну, интересно, в конце концов. Многим что-то интересно узнавать новое. Вот, пожалуйста, вам будет такая возможность. Потому что вообще возможность найти какой-то интересный материал, это прекрасно. Потому что я в свое время, когда летать учился, повторю, что задавал вопросы, но найти ответ не мог. Там читал книжки в Досаповске. Там было больше про политику партии, про то, что каждый пилот обязан и такая руководящая роль КПСС в этом. Ну, и так далее и тому подобное. Там воды этой было бесконечное количество. И опять же, какой-то вот, не знаю, много плохого. То есть зерна хорошего. Из того, что все книжки херня. Но вот очень много какой-то вот такой вот информации, которая, не знаю, очень сложно систематизировано там. Вот. То есть я устал, честно говоря, тогда лучше. Я перечитал абсолютно все, что мог. Вот. При этом я сам писал учебник в свое время. Там мечта летать для протеинистов. Знаю, как, в принципе, должна выглядеть адекватно нормальная книжка. Там мой самый любимый учебник французский, например. Потому что там немного лишнего. Я бы сказал, ничего лишнего. Может быть, там меньше, чем нужно там кому-то особо дотошному. Но как бы разумный минимум там всегда присутствует. Ну вот. И вот возможность в то время найти какое-нибудь видео, чтобы посмотреть, как вообще летает планер, как там выглядит волна, как там вот это выглядит что-то еще, то это была возможность совершенно бесценна. То есть поэтому и сейчас я пытаюсь, не знаю, тоже какой-то сделать вклад. Сделать тоже серию видео и передать то, что знаю. Ну вот и попутно я рассказал историю, как я попал в планерный спорт. Что это из этого получилось. Да. Собственно, на этом глубоглажаемые любители планерного спорта, наверное, все по данной теме. Мы, наверное, полетим туда, куда темно. Один глазком посадить, как там дождь себя чувствует. Да? Пойдем туда. Погнали. Погнали.